Теорема очень простая, но, как ни странно, мало кто из школьников знает, как отличить периодические слова от непериодических. Оказывается, есть такая функция – количество подслов данной длины. Иногда ее называют комбинаторной сложностью, иногда еще как-нибудь. В общем, смысл такой. Фиксируете натуральное число n и смотрите всевозможные слова длины n. Всевозможные подслова, да? Конечно, среди них, если у нас слово было бесконечное, то будет бесконечно много повторений. Но вот количество разных типов обозначаете p от n. Количество разных подслов длины n. Легко понять, что для периодического слова, если оно чисто периодическое периода d, то просто вот эта функция будет не больше, чем d. Если слово бесконечно только в одну сторону, есть предпериод, то надо предпериод прибавить в периоды. В общем, легко понять, что их мало. И эта функция будет ограничена. И оказывается, что верна такая теорема 4. Если бесконечное слово такое, что хотя бы один раз, хотя бы для одного положительного m выполнено вот такое неравенство, то слово обязательно периодическое. Обычно, когда это школьникам рассказываешь, то приходит в удивление, как же так, неужели одного раза достаточно? Да, оказывается, достаточно. Оказывается, это очень простое. Смотрите, во-первых, если p от единицы единицы, то это означает, что просто одна буква. Буква v, либо буква g, другого не бывает. Ну, значит, все. Теперь, пусть p от единицы равно 2. Функция p не убывающая, потому что любое слово имеет хотя бы какое-нибудь продолжение. Бывают два продолжения, но хотя бы одно бывает. Рассмотрим функцию n минус p от n. Прекрасно. n – возрастающая функция. В принципе, p от n может увеличиваться довольно сильно. Если вы берете какое-нибудь такое совсем-совсем случайное слово, то p от n, скорее всего, это будет 2 в степени n. Поэтому она может довольно сильно возрастать. Но, понимаете, увеличиваться функция f не может больше, чем на единицу. Потому что p от n не убывающая, а n увеличивается не больше, чем на 1. Дальше, как хорошие студенты или там школьники старших классов, применяем теорему о промежуточном значении. f от единицы – это 1 минус 2. Это отрицательное число. По предположению, это написано, p от m меньше или равно. Это неотрицательное число. И вот если мы от отрицательного числа, каждый раз, либо опускаясь, либо оставаясь на том же уровне, либо поднимаясь максимум на единицу, дошли до числа неотрицательного, значит, когда-то все-таки через 0 мы прошли теорему о промежуточном значении. Но, правда, для не функции с вещественными значениями, а для функции с целыми значениями. Выберем наименьшее такое n. Тогда f от n – это 0, f от n – 1 – это минус 1. Прекрасно. Первое равенство означает, что n равно p от n. Второе равенство означает, что n минус 1 минус p от n минус 1 минус 1. То есть p от n минус 1 – это n. Чудесно. Получили такие равенства. А теперь все почти очевидно. Потому что это означает, что когда вы выписали все возможные подслова длины n минус 1, то у каждого из них, во-первых, их n штук, а во-вторых, у каждого из них единственное продолжение вправо. Берем какое-нибудь подслово, продолжаем его до бесконечности. Все время у нас единственное продолжение. По n минус 1 букве следующая буква однозначно вычисляется. И мы получаем, что когда-нибудь зациклимся. Это и означает, что периодично. Заметьте, рассуждение мы проводили для двухбуквенного алфавита, но на самом деле ровно такое же доказательство родится для любого конечного алфавита. Почему? В начале, когда я там говорил, если p от 1 равно 1, то слово периодическое, потому что в нем просто все буквы одинаковые, это, конечно, относится к двухбуквенному алфавиту так же, как к любому конечному алфавиту. Ну, а дальше, если p от 1 больше, чем 1, то просто вообще никакой разницы нет. Точно так же ищем, где равна нулю вот эта разность, n минус p от n и так далее, и так далее. Теорема верна для любого конечного алфавита.